Шалом! Кибуц Галуёт. Возвращение изгнанных. В многих отношениях это очень сложная молитва, даже непонятная. Что за кибуц? Что за Галуёт? Зачем? Когда? Как? Ради чего? Очень много вопросов. Вопросы это хорошо, как говорил Рава Юда Купримен, Зацаль, от вопросов не умирают. Давайте представим себе на полминуты страшную картину. Как будто представим себе мир, но мир без Израиля. Мир без Израиля. Попробуйте представить. Я подожду. Может поставить на паузу, урок. Мир без Израиля. На самом деле, это представление, оно ничего хорошего не сулит. И, по идее, такого представить даже невозможно. Мир без Израиля. Это не работает. Вообще интересно, что вы представили себе. Наверное, многие представили карту Среднего Востока. И там нет Израиля. Что-то такое, да? Израиль. Но на иврите Израиль — это Исраиль. Исраиль. А Исраиль — это не только земля. Исраиль — это народ. И в первую очередь народ. То есть, Исраиль — это изначально народ Израиля, а потом уже земля Израиля. И в Торе написано «Исраиль по отношению к народу». Одним примером приведу. Написано «Шмот перикютет». Говорится по народу Израиля, которые шли по пустыне после выхода из Египта. Репедим, Медвар Синай. Вейхан шам Исраиль негет Хагар. Хар Синай. То есть, и там была стоянка у кого? У народа Израиля. Народ. Вейхан шам Исраиль. То есть, просто Исраиль. Исраиль — это народ Израиля. И так же потом Паро говорит. То есть, не потом, до этого еще Паро говорит Мшар-бейну, что ты можешь выходить или не можешь выходить. Исраиль. Опять-таки, он говорит «Исраиль по отношению ко всему народу». То есть, вы видите, что Исраиль — это не только земля. Ну, само собой, что если мы пытаемся представить себе землю, я имею в виду, мир, без народа Израиля — это невозможно. Написано, что если нет народа Израиля, мир не может существовать. Это понятно. Мир не существует без народа Израиля. Нет такого. Так ты не будешь работать. Но вопрос, а что с землей Израиля все-таки, да? Так оказывается, это, наверное, наш сегодняшний такой хедуш, новости такие сегодняшние, что без земли Израиля тоже не может быть существования. И народ Израиля должен быть в земле Израиля. Это то, что мы просим в этой брахе. То есть, я хочу это еще раз немножко так подчеркну и объяснить, что когда мы говорим, что мир не существует без Израиля, не может без него существовать, имеется в виду без Израиля. Народ Израиля имеется в виду народ, который как бы держит марку. То есть, он подходит под свое название, под свою эмблему. Если ты вешаешь магин-давид на шею, рисуем минору на гербе, на деньгах, то тогда должно быть соответствием между народом, между символикой этого народа. Если есть минора, то не отдавай Иерусалим арабам, иначе куда ты поставишь минору. Как бы минимальные какие-то понятия. Или объяснить детям, что такое минора. Для чего она, где она была. Много-много объяснений есть у минора глубоких. Это не просто красивая такая штуетка минора. А если этим этого не объясняют в школах. Сейчас даже запретили в школе заходить с религиозным учителем преподать юдаизм. Вообще непонятно происходит. Откуда дети будут знать, что такое минора. Кто удивляется, почему дети нового поколения выбирают пепси. И все. Пепси выбрали, и все. За что удивляться, мы их не учим. Надо учить. Маген Давид тоже, да, повесил Маген Давид. Хотя бы чем-то будет похоже на царя Давида, а не на его врагов. Как в этом анекдоте заходят евреи в баню. Говорят, Сеон Израилич, ну вы как бы или крестик снимите, или трусы оденьте. Есть вещи, которые не сочетаются. То есть надо, чтобы было какое-то сочетание. Это народ Израиль. И земля Израиля, она для народа Израиля. В этом были правы, конечно, сионисты, которые наставили то, чтобы жили в Израиле. Народ Израиля в Израиле, это безусловно так. Только они не были правы в том, что не думают, что можно в Израиле существовать, но не быть народом Израиля. Вообще, когда давали имя государству Израиль, были разные варианты, как его называть. Вы не думаете, что так, «О, Израиль, Барухашем, Израиль». Были, которые предлагали имена другие для государства. Но Барухашем в конце выбрали имя Израиль, да, государство Израиль. Окей. И мы как раз просим освободиться, именно освободиться от вот этих вот понятий, да, других народов, которые не подходят для Израиля. Об этом наша Бараха. Бараха Кибутс Гулуёт. Теперь в газетах эта тема, она не освещается, поэтому мы откроем Сидур, воспользоваться Торой, чтобы понять, о чем идет речь. Давайте посмотрим на эту Бараху. Кибутс Гулуёт. И в конце заканчивается Бараха, последняя строчка. Баруха Таашем, Микабетс Нитхе, Амой Исраиль. Сейчас строчка, она к вам прилетит. Она должна появиться на экране. Да, она немножко запаздывает. Так же, как и запаздывают Нитхе Исраиль. Пока все соберутся в Израиле, время занимает. То же самое тут. Занимает время. Но в конце, в конце, в конце, в конце появляется строчка, все будут в Израиле. Мы говорим, Баруха Таашем, Микабетс, Нитхе, Амой Исраиль. Теперь давайте разбираться. Начнем разборки. Така бушуфар гадоли херусейну. Така бушуфар. Протруби в большой шуфар. Шуфар гадоли. Большой шуфар. Мы знаем, что мы говорим, Литко абу шуфар. Таки йод. Литко. Протруби. Дудеть шуфар. Така бушуфар гадоли херусейну. Да, что за шуфар. Смотрите, мы касаемся в Бархе очень поверхностно. Очень-очень поверхностно. Потому что я сказал, что это Барху нельзя полностью понять. Поэтому хотя бы немножко, хотя бы немножко. Така бушуфар гадоли херусейну. Шуфар. В него мы дудим, да? Дуем. Получается звук. Теперь, чтобы получился звук, надо дуть в него сильно. В этом отличается шуфар от других музыкальных инструментов. Пианино там наоборот. Как играть на пианино. Если меня будет видно, я вам покажу, как играть на пианино. Наоборот, рука должна быть расслаблена. Так на пианино не играет. То есть, надо сначала поставить руки, да? И, конечно, человек напрягается, но сами руки не расслаблены. Да, тоже скрипка. То есть, а вот духовые такие инструменты нужно стараться. Есть разные виды труб. Дудочку можно сильно не стараться. А есть такие трубы, которые нужно сильно дуть, дудеть. Но шуфар, шуфар нужно дуть со всей силы. А есть такие шуфары, которые очень трудно дудеть. Есть разные шуфары. Тут написано шуфар Гадоль. В него, наверное, еще труднее дудеть. То есть, нужно очень-очень сильно напрягаться. Люди прям краснеют. О чем это говорит? О чем это говорит? Что вот эта вот тема, кибутс Гулует, что все собрались в Израиле, это непросто. Это требует усилий. Требует усилий. Приехать в Израиль требует усилий. Это как бы шуфар Гадоль. Или хрюосейн. Шуфар буквы шин вав пей реш. Это видно, да? Шуфар шин вав пей реш. Вообще, по-простому, шуфар это слово ли шапер, это что-то улучшать. Улучшать. Рошана. Мы думаем шуфар, чтобы был хороший год. Ле шапер. Это улучшать. Шуфра де шуфра. Красота. Что-то такое положительное хорошее, красивое. Шин вав пей реш. Рошите вот аббревиатура. Можно так это объяснить. Шин это шенуй. Изменение. То есть, для того, чтобы улучшиться, необходимо, чтобы были какие-то изменения. Если все будет так же, как было, это не называют изменения. Улучшение, извиняюсь. Улучшение это, что изменилось в лучшую сторону. Поэтому шин это шенуй. Изменение в лучшую сторону. А что можно изменить? Объясняется так. Шин. Можно изменить шем. Имя. Что имеется в виду имя? Ну, конечно, там многие фамилию меняют, меня меняют на еврейский. Это прекрасно, это хорошо, это правильно. Но дело в том, что не то, что имя само поменить. Шем. Не просто имя изменить, а изменить сущность себя. И можно остаться тем самым именем. Был Моши и остался Моши. Но ты другой Моши. Имя осталось тем самым, но человек изменился. То есть имя, это просто показывает, что человек, его сущность изменилась. Там был Моши, то есть, скажем, не знаю, Белая Миша стала Евгением, какой-то преступник. Его и все ищут из такой рассказа в гморе. Искали преступник. Его ищут. Он изменил имя. Он по другим именем теперь живет. Его не нашли. Его не мог найти. Он другой человек. Все. Другое имя, другое имя. Все, изменился. Это то, что мы хотим. Мы хотим измениться. Имя это всего раз на все показывает, что что-то из нас изменилось. На сущность себя изменяется. Это шем. Теперь, что еще можно изменить? Маком. Место. Когда нету барахи в каком-то месте, есть совет. Измени место. Может быть, в этом месте тебе не везет, что ты говоришь. Не идет. Повторяйте себе изменить место. В другом месте может продают лучше. Другая работа, другой метр жительства, другая шива. Все, что угодно. Измени место. Тогда все может улучшиться. И, конечно же, ма-асе. Это действие. Шем. Маком. Ма-асе. Это три вещи, которые мы меняем. Изменить действие свои. И тогда все улучшится. Теперь, ВАВ. Это ВИДУЙ. Опять-таки касается Роша Шана. Мы хотим, чтобы был хороший Новый год. Чтобы был лучше, чем был прошлый. Поэтому, ВИДУЙ. Мы просим прощения за то, что было. Это часть неотъемлемая от ЧУВЫ. Чтобы сделать ЧУВА. Раскается. ВИДУЙ. Это неизменимая часть. Если человек не делает ВИДУЙ, то как будто он ничего не зачеркивает. Все так же продолжается. Когда человек ВИДУЙ говорит, что окей. Я был в этом неправ. Себя бьем в грудь. Помните, мы учили молитву Слахлану, Вину, Кихотану, Махалану, 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 Кипашану. Те, кто не может почувствовать, что он в чем-то виноват. Если только себя бьет в грудь. Молитвы при молитве стоят и бьет себя в грудь. Чтобы как-то почувствовать, что я неправ. И тоже ВИДУЙ. Когда мы говорим ВИДУЙ, мы стоим. Прости, извини, я виноват. Тогда есть вероятность, что будет улучшение. Это ВИДУЙ. ПЕЙ. Это ПРИШУТ. То есть отделиться от нехорошего. Как говорится, СУРМИРА ВАСЭТОВ. Такой пасук. СУРМИРА ВАСЭТОВ. Ты можешь делать хорошее, пока ты поговоришь в плохом. Сначала отодел от плохого, СУРМИРА. Отдались от плохого, тогда делай хорошо. СУРМИРА ВАСЭТОВ. Это ПРИШУТ. Отделиться от плохих, некрасивых вещей. И, конечно же, РЕЙШ. Это РАЦОН. С этого все начинается. Хотя это в конце, но самое главное. Без РАЦОНа, без желания измениться, ничего не изменится. Первое, это должно быть желание. Самое главное, РАЦОН. Сильное желание, РАЦОН. ШИНУЙ, ВИДУЙ, ПРИШУТ. И РАЦОН, так объясняется. ШУФАР. И все эти вещи не требуют усилий. Тебют усилий. Теперь мы просим, чтобы все это было... КАБУШВАР ГАДОЛЬ, ЛЕ ХЕРУСЕЙНУ. ЛЕ ХЕРУСЕЙНУ. ХЕРУТ. По-простому, это свобода, да? Свобода. Свобода нашей. ХЕРУТЕЙНУ. Свобода наша. Свобода наша. Патрумия, большой шувар, чтобы этот турбал, он как бы, он возвещает, он вестник нашей свободы. ЛЕ ХЕРУСЕЙНУ. Сказано, что на самом деле, когда будет это время, когда все будут пруты в Зайль, это уже, это уже, ему там ошибки приближаются, то на самом деле, все услышат, ТКЯТШУФАР, сильный будет ТКЯТШУФАР, и земля будет трястись прямо от этого. Ну, тут есть вопрос, на самом деле, тут есть вопрос, как бы, мы просим, что, ТКЯТШУФАР ГАДОЛИ ХЕРУТЕЙНУ, это просьба, да? То есть ТКЯТШУФАР, это обращение к кому-то одному, ТКЯТШУФАР, к кому мы обращаемся? Кто будет трубить Шафар? Ну, если так просто читать, то как бы мы просим, мы просим у Творца, чтобы ты потрубил Шафар, он будет трубить Шафар. Книга Зор так и объясняет, что Ашем протрубит большой Шафар. Теперь, это взято понятие из ПСУКИМ, из ПСУКИМ, есть ПСУК. Давайте перепрыгнем на следующий слайд, и мы видим, откуда взято это выражение, ДУТЬ ВШУФАР, да? Что такое ДУТЬ ВШУФАР? Это пророк говорит, пророк Ишая, Кавзайн, Евгимиль, есть ПСУК. Говорит так пророк, БАЯБАЯМАГУ, ИТАКА, БШУФАР ГАДОЛЬ, УВАУ, АУВДИМ, МЕРЕТ САШУР, БАНИДАХИМ, БЕРЕТ МИЦРАИМ, ВИЧТАХАВУЛЯ АШЕМ, БАРАКОЙДЕШ БЕЙРУШАЛАЙМ. И так будет, придет день, ИТАКА, БШУФАР ГАДОЛЬ, то есть, тут не написано, кто будет трубить, что Ашем будет трубить, то будет трублено в Шафар, то есть, из ПСУКИ не видно, кто будет трубить Шафар, ИТАКА, это пассивный залог, будет трубление в Шафар, ГАДОЛЬ, и оттуда взята наша бараха, из этого пророчества, мы просим, что это пророчество, но чтобы оно уже осуществилось, и тогда что будет, УБАУ, АУВДИМ, БЕРЕТ САШУР, и тогда придут в Израиль, все эти затерянные, в земле Ашури, и затерянные, БЕРЕТ СМИЦРАИМ, то, что были из Египта, ВЕЧТАХОВЛЯ АШЕМ, БААРАКОДЭШ, СИПРУТ ВИРУСАЛИМ, АРАКОДЭШ, это в Иерусалиме, АРАКОДЭШ, АРАБАЙТ, ЦВЯТАЯ ГОРА, АРАКОДЭШ БЕЙРУШАЛАЙМ, это получается, давайте вернемся к барахе, мы видим, что на этом основана наша бараха, ТКАБУШФАРГАДОЛЬ ХИРУСЕЙН, теперь ХИРУД, мы сказали, это свобода, как бы так написано свобода, написано так, есть это слово, книга ШМОТ, ЛАМЭТБЭТ, написано так, ВАЛУХОТ МААСЕЛУКИМ, ХЕММА, ВАМИХТАВ, МИХТАВЛУКИМГУ, ХАРУТ АЛЕЛУХОТ, Машир Рабейну принес нам две скрижали, там было написано заповеди, АСЕРТАДИБРОТ, эти ЛУХОТ скрижали, МАСЕЛУКИМ, А что я их сделал? И написано, МИХТАВ, МИХТАВЛУКИМ, ХАРУТ АЛЕЛУХОТ, то есть это было не написано чернилами, а было в камне, вытесано, ХАРУТ АЛЕЛУХОТ, ХАРУТ АЛЕЛУХОТ, МИХТАВЛУХОТ, МИДРАЖ, АЛЬ ТЕКРИХАРУТ ЭЛЛЯХЕРУТ, ЛЕХХАРУТ, как написано в послуке, АХЕЙРУТ, Свобода, то есть не читай, что это ХАРУТ АЛЕЛУХОТ, вытесано, как-то по камню, как на камне, А это ХИРУТ, это свобода, что имеется в виду? Вот такой мидраж, что нам с ним сделать? ХАРУТ АЛЕЛУХОТ, свобода на скрижалях, Ушарабена нам спустил свободу на скрижалях, я подумал наоборот, я подумал, что сейчас мы свободные, без мецвод, нам тут бум, это называется ОЛЬ, ЕРМО, повесили ЕРМО на шею, и говорят, теперь ты свободный, с ЕРМО на шеи, вперед, ты получил свободу, как это понимать? Объясняется так, есть такое простое объяснение, без всяких философий, а по-простому, что если бы Иерей соблюдали Тору, то они бы не попали бы в Галут, то, что все, что Иерей попали в Галут, потом, это из-за того, что они не соблюдали Тору, вот вы получили Тору, это свобода, это как ваше такое, так это, будет уверение ваше, что вы свободные люди, не будете соблюдать, попадете в рабство, попадете в Галут, и так это произошло, Герей ошли от Торы, сразу Галут, так это все время происходит, да, хочешь быть свободным, соблюдай Тору, живи в Израиле, хочешь, пожалуйста, работай на кого-то другого, это называется Галут, это такое объяснение, что Тора, она обеспечивает свободу, то есть, мы работаем на Бога, у нас есть на себе обязательства, но это обязательства по отношению к Творцу, а не по отношению к другим, а тут мы говорим про Галуиот, то есть, человек, он находится в Галуте, он находится под гнетом других народов, да, это гнет других народов, но если так задумываться, что на самом деле, Тора это такой вид свободы, и тот, кто Тору выбирает, он свободный, тот, кто ее не выбирает, он именно свободный, как это объяснить, скажем, такой пример, что, допустим, человек, он свободный человек, он стоит, у него есть такая дилемма, у него есть выбор, он идет по дороге, он видит большой дворец, думает, войти или не войти, он свободный, правильно? Так вот, он может дальше пойти по своей дороге, или может пойти во дворец, он видит, что дворец красивый, видит, там люди ходят, и можно войти, он не знает, стоит ли ему выходить, он даже может с людьми поговорить, так издалека, примерно понять, о чем речь идет. Если он решит не заходить, пойдет дальше, он сделал свободный выбор, свободный выбор, но выбор этот он неосознанный, причем он неосознанный, он как бы, имеется в виду, что он, не располагает всей информации для того, чтобы сделать этот выбор, и поэтому вообще по жизни выборы очень трудные, человек находит перед какой-то ситуацией, думает, как выступить, сомневается, так или так, туда-сюда, разные доводы, плюсы-минусы, трудно выбрать, почему трудно выбрать, у нас нет всей информации, которой мы располагаем, мы не знаем точно, как это будет. То самое и здесь, человек туда не заходил, он не знает, что там, поэтому его выбор, пойти дальше, он выбор техничный, если бы он знал, что там, то выбор был бы на более-более обдуманным, скажем так. Теперь, если он заходит внутрь, и он знакомится с этим дворцом, ему-то нравится или не нравится, зависит от него, и он ушел оттуда выйти, тогда это уже выбор, это же больше свободы в этом дворе, он уже более свободный, потому что у него больше информации, это, я говорю, простые вещи, простая логика. Теперь, на самом деле, если заходит во дворец Торы, то открывается ему что-то еще, во-первых, он не знает, что во дворце, нет у него шанса понять, что там будет внутри, он даже на какие-то есть комнаты, какие-то есть погабства, какие-то есть сады, он не может узнать. Когда он зашел, он начинает вдруг на себя открывать, что ого, дворец оказывается больше, чем он был, там им бассейн есть, там вообще много чего есть, он даже этого не знал, и какого-то там не гуляет, он не перестает удивляться, что оказывается там все еще, 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 новые столовые, новые явления, все очень красиво и хорошо. И теперь он понимает, что если он видит наружу, то на самом деле, там был наружу, он оказывается был вообще без выбора. Он был без выбора. Почему? Потому что сейчас от него открылись новые какие-то понятия, он научился чему-то новому. Он понял, что раньше он действовал инстинктивно, как животные, да? Животные в клетке, оно, конечно, не свободно, закрыто. Почему? Животные без клетки, скажем, что оно свободное, оно свободнее, чем животные в клетке, но оно все равно по инстинктам работает, поэтому оно не вполне, как сказать, свободно, в том, что он может решить, на самом деле, что делать. Это что касается Машарда. Тора, это Херут, в том плане, что человек знакомится с Торой, когда он становится на самом деле свободнее, в том плане, что ему открываются больше горизонты, он больше может рассуждать, выбирать, понятия его расширяются. Это Херут. Считается, что то, что мы говорим Галут, Галут, гнет народов, конечно, это правда, есть гнет народов, притесняют евреев, мы это проговорили, но написано, я там зачитаю, написано так, Икара Галут, и Галута нефиш. То есть, основной Галут заключается в том, что Галута нефиш, душа находится в Галуте. Шакла, истрельна, тун, так это шпаот, шля, мальхуйот. То есть, из того, что есть гнет народ, то эти народы, они так повлияли на Израиль, что уже душа израильска находится сама в Галуте. То есть, все эти тысячелетия, которые евреи были в Галуте, они оставили отпечаток незакладимый не только на евреях, на людях, которые жили в Галуте, а вообще, так сказать, души евреев, они как бы стали уже рассуждать по понятиям нееврейским. До такой степени. Есть разные мухуйот, началось все с Греции, Египет, Греция. То есть, постепенно, есть такая ситуация сейчас в мире, что евреи, он как бы по своим мыслям, по своим раскладам ума, то есть, как он соображает, чем он оперирует, в принципе, у него ход мысли, как у грека, как у турка, как у американца, неважно, все думают, одинаково, такая подходит большая глобализация. И это то, что мы просим, чтобы нас вытащить из этого галута. Ктори, который является настоящей свободой. Херут. Окей. Мы немножко увлеклись, дальше продолжим. Вторая строчка. ВИСАННЕС ЛИКАБЭЦ ГАЛУЮЩЕЙСЕЙНУ. ВИСАННЕС. СА. Подними. Рассет. Держать, поднимать. НЕС. НЕС это чудо, да? А еще НЕС это, скажем, что такое высокое, скажем, мы добавляем флаг. Флаг, он тоже называется НЕС. То есть, подними, что такое высокое, скажем, ВОЗНЕСИ ФЛАГ ЛИКАБЭЦ ГАЛУЮЩЕЙСЕЙНУ. Мы пойдем за этим флагом. Сначала было ШУФАР, мы его слышали. Теперь НЕС, мы его видим. Как говорится, один раз увидеть, чем что? Сто раз услышать. И имеется в виду, что будет такой НЕС, будут такие знамения, когда мы все это увидим и поймем, что О! О! Наконец-то Ашем раскрывается, и все сомнения исчезнут, и мы пойдем в Израиль. ЛИКАБЭЦ ГАЛУЮЩЕЙНУ. Слово КАБЭЦ, это быть вместе, КИБУЦ, есть такая огласовка даже, КУБУЦ, вот по словам ГАЛУЮЩЕЙНУ, да, там три точки внизу, под ЛАМИТ, ГАЛУЮЩЕЙНУ, так это как бы вот такой КУБУЦ, то есть три точки вместе, когда все находятся вместе, это ЛИКАБЭЦ, КИБУЦ, ведь вместе ЛИКАБЭЦ, КИБУЦ ГАЛУЮЩЕЙНУ, и дальше в КАБЦЕЙНУ, да, КАБЦЕЙНУ, то есть СОБИРИ НАС, КАБЦЕЙНУ, ЯХАД, так и написано, СОБИРИ НАС, ну, на самом деле, КАБЭЦ, то больше, чем СОБИРИ, СОБИРИ, МИАРБА КАНФОЙС АРЭЦ ЛАРАЦИНУ, МИАРБА КАНФОТ АРЭЦ, Евреи есть везде, да, на севере есть евреи, и на юге есть евреи, и на западе есть евреи, и на востоке есть евреи, по всему миру, это четыре направления, АРБА КАНФОТ АРЭЦ, АРБА, четыре стороны света, это всюду везде есть евреи, расселись везде, мы просим, чтобы побыстрее уже все собрались, вместе. И дальше мы говорим, БАРУХАТААШЕМ МИКАБЭЭЦ НИТХЕЙ АМОИССЕЛЬ, появляется новое слово, появилось новое слово, НИДХЕЙ, НИДАХИМ, НИДАХ, БАРУХАТААШЕМ МИКАБЭЭЦ, в настоящее время, постоянно есть Алия в Израиль, когда больше, когда меньше, БАРУХАШЕМ есть Алия, все время есть КИБУЦ, ГУЛУЁЁТ, все время приходят в Израиль, я говорю про Израиль, потому что мы этим живем, это видим поочию, на самом деле есть вещи более духовного плана, есть КИБУЦ, ГУЛУЁЁТ, более духовного плана, опять-таки мы касаемся самой поверхностной стадии, КАБЭЦ НИДАХЕЙ АМОИССЕЛЬ, НИДАХИМ, НИДАХИМ, это было в ПАСУКе, мы видели ПАСУК, БАУ НИДАХИМ, ЕРАТАШУР, НИДАХИМ это те, кто как бы не отстранились, у Хафицхайма есть книга, она так и называется, книга НИДХЕЙ ИСРОЕЛЬ, написала книгу, очень хорошая книга, желаю, я вам ее советую почитать, есть перевод на русский, как по-русски переводится, НИДХЕЙ ИСРОЕЛЬ, Робари, как знаете, как переводится на русский, эта книга НИДХЕЙ ИСРОЕЛЬ, книга Хафицхайма, НИДХЕЙ ИСРОЕЛЬ, там он пишет про нашу реальность, как вести себя еврею в такой ситуации, когда живет в Галуте, трудно что-то соблюдать, но надо соблюдать, хочется соблюдать, но трудно, и как это делают, очень хорошая книга, стоит почитать, НИДХЕЙ ИСРОЕЛЬ, собирающий, тут туда ни до слова не перевели, разбросанный по всему свету свой народ, вот мне тут подсказали, как вы говорите НИДХЕЙ ИСРОЕЛЬ, еще раз, ИЗНАНИКИ ЛИ ОТВЕРГНУТЫ, как бы так, НИДХЕЙ ИСРОЕЛЬ, объясняется, что это мужи люди, которые вообще не знают, что они евреи, и такие есть, таких много, много таких, они не знают, что они вообще евреи, как только они узнали, они, О, они вдруг, что-то из них изменилось, многие, они очень хотят, чтобы это узнали, то есть, они бы очень хотели, чтобы кто-то сказал, ДОРОГОЙ, ТЫ ЕВРЕЙ, ТЫ ЗНАЕШЬ, то есть, есть такие люди, они не евреи, но они хотят быть евреями, есть такие, БУРХАШЕ, почему нет, а есть те, кто вообще не знает, не думает, и вдруг ему говорят, ты знаешь, ты еврей, это очень интересно, часто, когда люди такое говорят, вдруг что-то происходит, О, люди начнут плакать, и, здесь люди пожилые, прямо до слез, это очень интересно, я увидел такую ситуацию, допустим, возьмем, допустим, мальчика-француза, и, татуя мама говорит, знаешь, сынок, хочу тебе сказать по секрету, я это тебе ничего никогда не говорила, но ты знаешь, на самом деле, ты не француз, ты итальянец, то есть, такой человек, мама сказала, что он итальянец, а он скажет, мамочка, ты знаешь, ну, хорошо, я предпочитаю остаться французом, то есть, это ничего не говорит, что значит, я итальянец, я тут родился в Франции, я француз, я знаю французский, что-то мне морочи голову, ты из Италии, ну, пожалуйста, я как-то, ну, итальянец, хорошо, ну, ну, то есть, никак это не является, но сказать ему, что ты еврей, опа, вот это да, то есть, тут все меняется, тут сразу все меняется, оказывается, я еврей, опа, приехали, да, начинается новая загрузка программы, это все другое, все, это, 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 это понятие еврея, то есть, есть такие недохим, которые, они не знают, что они евреи, и вдруг, опа, ты оказался евреем, и теперь, да, как говорится, надо, что-то с этим делать, в этой барахе есть 22 слова, можете посчитать, 22 слова, 22 слова, как буквы в Алсавите, а эти буквы написано, наша Тора Святая, то, чтобы был кибут сгулуиот, необходимо принять Тору, без Торы не будет, кибут сгулуиот, не будет ни Израиля, не будет ни народу, не будет ни земли, да, Тор, как говорится, да, что, Кадашбуруху, Тора, Исраэль, это все, это все один комплект, 22, да, и теперь, Ашетхайль мы поем, Ашетхайль, Мишлей, книга Мишлей, Ашетхайль, там, да, там, она же по буквам идет, Ашетхайль, тоже там 22 посылки получается, Ашетхайль, это шхина, это бараха, она связана со шхиной, очень сильно, то, что мы же говорим про, кибут сгулуиот, куда, Израиль, да, Ам-Исраэль, это шхина, это бараха, она 10 по счету, да, прошлое было 9, это 10 бараха, 10, что такое 10, миньян, 10 мужчин в молитве, молятся, да, когда есть миньян, там есть шхина, поэтому эта бараха, она очень сильно связана со шхиной, шхина, 10, и так мы ждем возвращения шхины, это будет возможно только так, когда мы с вами вернемся, в Израиль, мы просим в этом помощи, и когда это произойдет, уже будет время, которое уже будет все ближе, 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 ближе к, то, что называется, Геула, этого ждем, рассказывает про Хефицхайма, что он очень сильно ждал времени, когда будет Машиах, он хотел поехать тоже в Израиль, уже был готов поехать в Израиль, и просто не получилось, он ждал когда Машиаха, и у него был зять, муж его дочки, они были в очень хороших отношениях, но он жил далеко от него, они переписывались, были между ними очень теплые отношения, и как-то раз зять должен был приехать к ним в гости, дело было перед Шаббатом, его все ждали, все было уже готово, и ждут, как коляска, как это, карета, не приезжал, уже скоро Шаббат, ну Хефицхайм пошел в Микву, он не может долго ждать, скоро Шаббат, надо пойти в Микву, пошел в Микву, с одним из своих учеников, зашли в Микву, вкнулись, и кто-то прибегает из дома, из домочадцев, и так с радостью вести, ну он пришел, он пришел, Хефицхайм, вдруг как пуля, даже не успел толком одеться, все так, высох на себя, рубашку не заправил, и понесся домой, а этот ученик не понял, что произошло, бежит за ним, еле успел там надеть ботинки, бежит за ним, Хефицхайм был уже не молодой, а ученик молодой, и они бегут, и он не может за нему гнаться, такой спринт, очень быстрый, то есть это, барафон со спринтом вместе, да, бежит за ним, и не принято, что происходит, вдруг, просто, как это такое вообще идет, Хефицхайм, такой же пожилой, несется домой, прибегает домой, и вдруг видит эту карету, приехал его зять, и он падает в омрак, потом он очнулся, и спросили, что-то произошло, он говорит, ну вы же сказали, что он пришел, он пришел, он пришел, я так обрадовался, я думал, что Машех уже пришел, побежал его встречать, немножко разочаровался, что это мой зять, я рад мою зять, но я думал, что это Машех пришел, то есть настолько, настолько люди ждали Машеха, и надо его ждать, рассказывает про Рэбе Хайн, и Клодзиму Царес, книгу написал, Шефа Хайн, пережили страшные вещи, он пережил Ишуа, страшные вещи, многое про него рассказов, и уже приехали в Израиль, и в Израиле было много людей, которые приехали из Европы, пережили Ишуа, потеряли все на свете, не оставилось ничего, чувствовали себя ужасно, и приближался Роша Шана, и Рэбе сказало, что кто хочет, может прийти к нему домой, на праздник, и даже жить там, около него, перед праздниками, и люди, которые к нему пришли, люди одинокие, им не было куда пойти, ничего у них не осталось, они пришли к Рэбе, и они молились вместе, несколько дней за Роша Шана, все уже собрались, и там, потом говорят, слихот после Роша Шана, и Рэбе сказал им, смотрите, мы сейчас, там, дуем в шофар, да, мы уже ожидаем, 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 такие дни трепетные, и скоро мы будем просить, что, мы будем бить тебя в Грузии, говорить, слахла, нудаки, богатну, да, богатну, просить прощения, у Ашима, ведуй, хатану, он говорит, скажите мне, вот то, что мы пережили, то, что мы пережили, нам-то нельзя понять, я про себя, против нас, то, что было там, в Шуа, мы можем понять, он говорит, разве мы в чем-то провинились, вот в нашей ситуации, то, что мы вжили, нас там послали в лагерь, нацистский, и, ну, у нас забрали все, то есть, в чем мы были виноваты, мы не могли по-другому делать ничего, то есть, мы были как животные, у нас ничего не было, ничего, в чем мы виноваты, за что мы просим прощения, разве мы виноваты, люди расплакались, он говорит, мы виноваты, в чем мы виноваты, в том, что мы не ждали Машеиха, должны быть ждать его каждый день, каждую минуту, просто для него, это вот избавление, это гиула, для него это просто, это как вот, муху, сдуть, так же для него, да, просто мы этого не понимаем, нам кажется, что все потеряно, мы отчаиваемся, у нас тут положено, мы все, мы внуки, он говорит, в этом наша вина, что мы не ожидали Машеиха, каждый час, каждую минуту, каждую секунду, и тем более, это касается нас, в наше время, когда все не так плохо, а может быть, дабка из того, что все не так плохо, нам трудно ждать Машеиха, не так все нормально, как бы, поэтому, нечего ждать, так вот, молись эту барху, кебет сгалует, кибут сгалует, чтобы быстрее все были, все мы объединились, уже было настоящее избавление, я хочу закончить эту встречу словами истории про Нидахим, это книга Дворим, по рекламе, это длинный отрывок, длинный отрывок, и, пожалуй, я его зачитаю по-русски, но пусть у вас будет на экране текст на иврите, и тогда вы можете следить на иврите, и сразу понимать перевод, это очень здорово, вы смотрите на экран, читаете иврит, а я вам читаю перевод, видите, как удобно, делаю за вас работу, вы читаете и иврите, а я вам перевожу, и пытайтесь сопоставить, то, что видите и иврите, и с перевода на русский, на этом мы закончим наш урок, значит, Дворим, ламет, с самого начала, написано так, я читаю по-русски, и будет, да, вы уже знаете, вы ага, а я это было, вы переворачивает, будет, и будет, когда, ки, это не только потому, ки, так же, когда, и будет, когда соберутся, когда его у олеха, извините, это не соберутся, его олеха, перейдут на тебя, тут переводится, как сбудутся, его олеха, видите, трудно, его олеха, Когда его олеха, то есть придут на тебя, придут к тебе, то есть по-русски сбудутся на тебе все эти слова, благословения и проклятия, который изложил я тебе, перед тобой, то прими это к сердцу своему. Среди всех народов, в которым забросил тебя Бог Всесильный Твой. Всех народов, к которым забросил тебя. Тут слово «идихеха» переводится как «то, что забросил тебя Бог в эти народы». И дальше второй пасук «Бешафта». «И обратишься ты к Богу Всесильному Твоему, и исполнять будешь волю Его во всем, что я заповедую тебе сегодня, Ты и Сыны Твои, всем сердцем Твоим и всей душой Твоей». То есть будет время, когда мы вернемся оттуда, куда нас забросили, и будем соблюдать Тору всем сердцем и всей душой. Заповеди. Третий пасук «Гимель». «Вешафт. И возвратит Бог Всесильный Твой, изгнание Твое, и смилуется над Тобой, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Бог Всесильный Твой». «Далет. Имье». «Имье». «Имье недыхеха». «Даже если будут изгнальники Твои на краю неба». Тут нет слова «даже». Оно подразумевается, поэтому написали «даже». «Даже если будут изгнальники, не дыхаем на краю неба». «Кцея Шамайн». «То я оттуда соберу тебя Бог Всесильный Твой, и оттуда возьмет тебя». «Дальше Гай. Пятый пасук «И приведет тебя Бог Всесильный Твой в страну, которой овладели отцы твои, и владеешь ею». «Ты владеешь ею». «Пятый пасук». «Ирашта». «И владеешь ты. Ярашта, вы владеешь». «Веетивха». «Этивеха». «Слово «тов». «Слово «тов». Слово, которым трудно будет произнести, постараюсь его произнести правильно. «О благодетельствует он тебя и размножит тебя более отцов твоих». «Мя вот эхо». «Более, чем отцов твоих». И последний пасук, шестой. «Я бережет Бог сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы любил ты Бог Всесильный Твоего всем сердцем твоим и всей душей твоей ради жизни». «Лимаан хаейха». Эти слова сами себя говорят. Спасибо за внимание. До встречи на земле Израиля. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok